Эмбер Ратт ушла в отставку спустя несколько часов после публикации письма о депортации. Хизер Стюарт, Эмилия Джентльмен, Ник Хапкинс, Тагуардиан, Великобритания. 30 апреля 2018 года. Эмбер Ратт, Амбер Ротт, резко ушла в отставку с поста главы МВД после многократных попыток оправдаться за несправедливое обращение с мигрантами поколения Вендраж. Прибыли в Британию в 1948-1971 годах из стран Карибского бассейна, названы по имени корабля МВА «Эмпири Уиндруж», который привез мигрантов 22 июня 1948 года. Министра внутренних дел была вынуждена покинуть свой пост после выхода в Гардиан серии разоблачений, кульминацией которой стала пятничная публикация, показавшая, что Ратт, судя по всему, была осведомлена о наличии плановых показателей по выдворению нелегальных мигрантов из Великобритании. В воскресенье днем давление на главу ведомства усилилось, когда Гардиан опубликовал ее письмо 2017 года Терезе Мэй, Тереса Май, в котором Ратт заявила премьер-министру о своем намерении увеличить количество депортаций на 10%. Очевидно, что это противоречит недавним заверениям министра о том, что она не знает о наличии плановых показателей по депортации. В понедельник Ратт получила порцию критики в Палате общин. По данным источников на Даунинг-стрит, когда она готовилась к выступлению, появилась новая информация, которая убедила ее непреднамеренно ввести в заблуждение парламент. И как раз поэтому Ратт позвонила премьер-министру в воскресенье, чтобы попросить об отставке. В адресованном премьер-министру прошение об отставке, опубликованном спустя несколько часов после последней утечки информации в прессу, Ратт сообщила, что ознакомилась с предоставленной ее офису информацией, к которой упоминаются плановые показатели. Я должна была знать об этом и несу полную ответственность за то, что не знала. Премьер-министр ответила, что, по ее мнению, Ратт предоставила свои доказательства добросовестно, но также предложила ей понять, почему. Теперь у вас есть возможность пересмотреть предложение, которое вы получили по этому вопросу. Вы приняли решение, которое вы приняли, и взяли на себя ответственность за непреднамеренное введение в заблуждение комитета по выборам на дому. Мэй добавила, что Ратт руководила министерством, являя пример великолепной честности, сострадания и самоотверженности. Несмотря на личные и политические проблемы, с которыми вы столкнулись в этот период, цепь событий, которая привела к отставке Ратт, была запущена в среду, после очередного обращения депутата парламента от либористов Ивет Купер, Иветти Чапер к министру с просьбой отказаться от использования плановых показателей в комитете по выборам на дому. Это побудило Ратт настаивать, что мы так не работаем. На следующий день она пообещала отказаться от использования плановых показателей, заявив следующее, «Я не проверила либо не увидела, либо не вычеркнула какие-либо плановые показатели по будущим депортациям, впредь я не буду так поступать». Она также добавила, что изменит культуру Министерства внутренних дел сверху донизу, подчеркнув, «Я могу это сделать». Британцы, примечания Перев, хотят, чтобы к людям, которые имеют право жить здесь, относились справедливо и гуманно, чего иногда не было. Но они также хотят, чтобы правительство депортировало тех, кто не имеет права находиться здесь. Она добавила, «Я надеялась в ближайшие месяцы разработать политику, которая позволила бы правительству выполнить обе эти жизненно важные задачи». РАД работала над рассчитанной на долгосрочную перспективу «Белой книгой» по вопросам миграции. В последние дни главе МВД пришлось столкнуться с серьезным давлением из-за ее роли в установлении культуры и проведении политики, результатом которых стало лишение давно живущих в Британии выходцев из стран Карибского бассейна здравоохранения, пенсии и льгот, а в некоторых случаях и угрозой их депортации. Рассуждения о ее будущем закрутились вокруг Вестминстера поздно вечером в пятницу, когда МВД и Даунинг-стрит на протяжении более чем восьми часов не могли прокомментировать разоблачение, опубликованное в «Гардиан». В пятницу вечером все-таки вышел официальный комментарий РАД, в котором она настаивала на своей неосведомленности. «Я не знала о наличии плановых показателей по депортации. Я согласна, что должна была знать, но, к сожалению, это не так. Она пообещала дать объяснение в палате общин в понедельник, но вместо этого написала прошение об отставке. Премьер-министр после первоначального отказа от предложения встретиться с лидерами государств, права уроженцев которых оказались затронуты, была вынуждена извиниться за подобное обращение с поколением Вендраж во время недавней встречи глав правительств стран Содружества. Озвученные повторно собственные извинения РАД не помогли избавиться от ощущения, что глава МВД должна была знать, что происходит, в ее ведомстве, и исправить все на ранней стадии. В понедельник она также столкнулась с жесткими вопросами о том, способствовал ли ее собственный энтузиазм в борьбе с нелегальной эмиграцией выбору способов работы с поколением Вендраж. Министра внутренних дел Теневого кабинета Диана Абот, Диане Абот назвала публикацию газеты «Гардиан разоблачения РАД» правильным решением. То, что я говорила, когда призвала ее уйти в отставку на прошлой неделе, состояло в том, что это дело чести. Учитывая ее бросание из стороны в сторону, а также вопрос о том, была ли она правдивой в комитете по выборам на дому, «Я не думаю, что поколение Вендраж станет доверять ей», — сказала она. Однако консервативные коллеги сплотились вокруг РАД. Главный секретарь казначейства Ли Страс, Ли Страс, сказала, «Очень жаль, что Эмбер РАД ушла в отставку. Она не только фантастический, сострадательный и смелый политик, но и очень благородный коллега». Другой министр, Маргот Джеймс, Маргот Ямес, описала ее как компетентную, авторитетную и совершенно порядочную. Отставка РАД рискует расстроить хрупкое равновесие в кабинете Мэй перед Брекситом, и уже в среду ожидается решительный обмен мнениями об отношениях Британии с Таможенным союзом ЕС. После того, как ее оттеснили на задворке, некоторые коллеги ожидали, что РАД, как сбитый летчик, начнет говорить о Брексите и, возможно, даже присоединиться к голосам, бросающим вызов правительству, которые призывают продолжить тесные отношения с ЕС. Общее настроение среди пострадавших в результате истории с Виндраж, говорило о том, что отставка необходима. 60-летний Антони Брайан, Антон Ибрян, который провел пять недель в центрах по вывозу иммигрантов за последние два года, несмотря на то, что он прожил в Великобритании более полувека, был одним из первых опрошенных Гардиана в ноябре прошлого года по поводу политики МВД. Он сказал, что чуть не свалился от шока, когда услышал известие об отставке РАД. Это шок. Я чувствую, что помог отправить в отставку главу МВД. Я бы не сказал, что я доволен, мне жаль ее в некотором смысле, потому что похоже, что она несет наказание за Терезу Май, сказал он. Но он признал, что РАД плохо справлялась, отвечая на вопросы о наличии планов по депортации. Либо она лгала, либо не знала. Думаю, она подала в отставку, потому что не хотела встретить понедельник, в ранге министра. Кардлин Джонсон, Чардлин Янсон, чьи братья пострадали в истории с Виндраж, отметила, что восприняла последние новости с горьковатым привкусом. РАД должна была уйти из-за ее выступления, а также из-за отрицания наличия планирования по депортациям, сказала она. Но мы все знаем, что именно Тереза Май является архитектором миграционной политики 2014 года. Я чувствую, что они два сапога пара. Мое личное мнение, Тереза Май следующее. Может быть, сейчас ей стоит оглянуться. Продолжение следует...